русские всегда были странными ходили в непонятных штанах и носили зачем-то меха когда все нормальные европейцы обматывались тряпками издавна были нетолерантны запрещали однополые отношения а в просвещенной античной европе мужчины любили любить друг друга русские были настолько отсталыми что как правило мужики жили с бабами и заботились о семье они светлом демократическом будущем у русских варваров даже не было рабство какой позор русские самый молодой народ поэтому на тысячи лет отстают в развитии от других народов раскопки в триполье украина и костенках под воронежем к русским не относятся это были древние укры в перемешку с древними евреями государство русским построили шведы даже раньше чем себе русские не мылись а бани у них строились исключительно для разврата умение мыться русским отдали европейцы причем отдали совсем безвозмездно так что сами даже забыли что это такое до походов на аравию снова стали мыться в эпоху возрождения а то что воду можно подогревать и мыться горячей европейские рыцари узнали во время крестовых походов от арабов и очень удивились религию русским презентовали греки до этого у русских была какая-то дикая вера которая запрещала пить алкоголь давать деньги под проценты обманывать людей письменность нам подарила византия до этого русские когда ходили походами на константинополь мирные торговые договоры подписывали крестиками а составляли устно записывая на диктофон русская княжна анна ярославна которая стала знаменитой королевой франции выйдя замуж за короля была хуже всех при французском дворе она одна умела читать мылась и чистила зубы вот дикая вот русская дикарка до петра россия была дикой и варварской петр привез много полезного табак парики с овшами немецкую мужскую одежду с чулками и корсетами а главное флот которого в россии раньше не было ведь олег на византию на руках брасом плавал а по рекам русские видимо на плотах ходили канада подарила нам хоккей который попал канадцам из неизвестной восточной страны где люди в валенках на озерах него играли издавна русские варвары врывались среднеазиатские кишлаки аула и стойбище оставляя после себя лишь библиотеки театры и города русские были очень агрессивны по отношению к народам сибири переводили на их языки библию обращали в христианство причем делали это извращенно в дружеской форме америка всегда была лучше россии они впервые сбросили на мирные города атомные бомбы первые слетали на луну американец сикорский изобрел вертолет американец зварыгин телевизор попова гагаринцы алковский королёв братья мажайске конечно все не были в душе американцами да и конечно америка победила гитлера во время вьетнамской войны в ираке против терроризма еще америка подарила россии свободу от ссср теперь мы свободно можем одеваться как клоуны бухать наркоманить и умирать молодыми мы свободно можем посылать на три буквы родителей избивать на забивать на учебу можем не обращать внимание на детей и не искать себе работу мы свободно можем быть бандитами и проститутками лесбиянками и геями теперь у нас как на западе все по справедливости богатеи жируют трудяги голодают образование скоро будет как у них и мы будем такие же умные как американцы заводы закрылись а зачем они нефти же навала русские в 1990 годы сокращались по миллиону в год но это не важно ведь мы свободны спасибо америке конечно же русский язык не крутой русские фильмы немодные традиции культура варварские ведь лучше одеть в минус 30 китайские кроссовки чем теплые но не модные валенки русские очень агрессивные они напали на шведов под полтавой на поляков в кремле в 1612 на наполеона прибородино мы неадекватно применили силу в сталинграде мы оккупировали восточную европу которая была свободной под охраной миротворца гитлера и первую вторую мировые войны русские развязали это сталин вынудил гитлера напасть на ссср сначала подговорил завоевать пол европы а потом спровоцировал на войну с советским союзом сталин был маньяком и извращенцем звонил каждый день по утрам гитлеру и говорил ему редиска падла сука пасть порву наконец гитлер не выдержал после того как последний раз сталин позвонил ему на сотовый 22 июня в 4 утра и такого наговорил что гитлер отдал приказ немедленно перейти границу ссср таким образом советская армия варварски расправилась с гуманным немецким фашизмом и самое главное мы навязали америке гонку вооружения хотели на нее напасть сбросить атомные бомбы и впоследствии этого развязали холодную войну из-за чего американцы просто вынуждены всех подслушивать и за всеми подглядывать а если не получается совладать с русскими истерить по этому поводу